Здравствуйте! В эфире новости спорта студии Власий Сергеев. Спортсменка из России Валерия Демидова поборется за призовые места Олимпийских игр в лыжном хавпайпе, сообщает ТАСС. Россиянка отобрала финальный этап соревнований. Во втором квалификационном заезде Демидова набрала 73,60 балла и заняла 10 место, позволяющее принять участие в финале. Отмечу, что Валерия Демидова выступает на Олимпийских играх с болтами в прооперевренной ноге. В 2015 году спортсменка сломала две берцовые кости. После восстановления Демидова завоевала бронзовую медаль юношеского чемпионата мира, заняла третье место на этапе Кубка мира и взяла золото чемпионата России. Та тяжелая травма дает о себе знать. Пластины мне вынули, остались болты. Трогать ногу больно, но сейчас ситуация гораздо лучше. В прошлом году у меня постоянно пухала нога, из-за чего мне очень часто приходилось пропускать тренировки и пить обезболивающее на соревнованиях, заключила Демидова. В борьбу за медали Олимпиады в Хенчхане российская спортсменка вступит уже завтра в рамках финальных заездов в лыжном хавпайпе. Антидопинговое отделение спортивного арбитражного суда открыло дело в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт организации. Ранее в воскресенье пресс-аташе команды олимпийских спортсменов из России Константин Выборнов сообщил, что российский спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил на играх в Хенчхане. Но ни имя самого спортсмена, ни вид спорта, в котором он выступает, названы не были. Дата слушания по делу Крушельницкого пока неизвестна. Напомню, российский керлингист в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу на Олимпийских играх в Хенчхане в турнире смешанных пар. Мужская сборная Чуропчинского района впервые в своей истории стала чемпионом республики по волейболу. В Якутске завершился чемпионат среди команд первой лиги. В последнем туре кругового состязания сборная Чуропчинского района со счетом 3-0 выиграла у соперников из Ленска и завершила турнир с пятью победами в активе. Столько же выигранных матчей было у команды намских волейболистов. Но они заняли второе место ввиду поражения Чуропчинцев в личной встрече. На третьем месте турнир завершили представители Ленского района. В женском состязании победу праздновала команда Амгинского района. Судьба золотых медалей решилась по итогам личной встречи лидеров в заключительном туре. В этом матче амгинские волейболисты со счетом 3-0 переиграли соперниц из Мирненского района. Третье место заняли представительницы Якутска. По итогам чемпионата стали известны первые 12 участников финального этапа седьмых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Так в мужском состязании по волейболу в Амге выступят команды Чуропчинского, Намского, Ленского, Мирненского, Амгинского и Усть-Алданского районов. Среди женских команд отбор прошли сборные Амгинского, Мирненского, Алёкминского, Сунтарского, Верхневилюйского районов и города Якутска. Оставшиеся 12 путевок будут разыграны в эти выходные в рамках чемпионата среди команд второй лиги. В Нерингре выявили самых экстремальных водителей. На территории местной игры состоялись вторые по счету гонки на льду «Ледовая битва» на кубок главы Нерингринского района. Соревнования проходили в четырех классах. Тему продолжит Екатерина Павлова. На «Ледовой битве» в этом году заявлено более 50 участников на различных автомобилях в разных категориях. В условиях мороза и экстрима автогонки стали вдвойне интересным развлечением для любителей этого вида спорта. На соревнования в Нерингре приехали автолюбители из Якутска, Тынды, Алданского района. Ну и, конечно, были сами хозяева льда. Основных четыре класса – это передний, задний, полный привод обязательно. Да, да, да. И вот на одну у нас увеличили, это в классе Анлим. Это у нас получается спортивный шип. Ограничений по маркам автомобилей и мощности не было. Приглашались все желающие. Поэтому и автоледи не упустили возможность принять участие в общем зачете соревнований. Просто захотелось, наверное, адреналина. Потому что в прошлом году мы были с зрителями на ледовых гонках, а в этом году как-то решили сами попробовать тоже. Трасса сложная. Трасса сложная, тем более это лед. Это совершенно другое, чем простая дорога. Трасса кольцевая, протяженность 1400 метров, изобилует большим количеством поворотов и шпилей, которые профессионалы проходят в дрифте, то есть управляемом заносе. Участникам соревнований необходимо было пройти все сложные элементы на трассе и не получить штрафных баллов. Специальные участки повышенной сложности были интересны для мастеров автомобильных гонок. Конфигурацию трассы в этом году организаторы изменили. Она стала чуть-чуть интересней. Поскоростнее стала трасса. И виражи стали очень крутые и очень раскатанные. Но лед интересный, можно ездить. Огромная площадка для просмотра трассы позволила зрителям получить массу ярких эмоций и увидеть зрелищное автошоу. Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и призами. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгре. Якутский борец вольного стиля, чемпион Македонии. В городе Штип завершился национальный чемпионат. Владимир Егоров завоевал золотую медаль весовой категории до 61 килограмма. В первых двух встречах турнира уроженец Амгинского Улуса одержал досрочные победы и вышел в финал. В схватке за золото якутянин не оставил шансов Фати Весели. Благодаря этому успеху Владимир прошел отбор в сборную команду Македонии и уже в ближайшее время спортсмен выступит на чемпионате Европы. Сильнейшие спортсмены Якутии, Бурятии, Тывы и Монголии встретятся в Якутске в эти выходные. Министерство внутренних дел республики проводит пятый открытый турнир по борьбе Хабсагай. В этом году его посвятят столетию якутской милиции. Ожидается, что участие примут более 500 борцов, в том числе 150 сотрудников правоохранительных органов. Турнир проводится при поддержке Министерства спорта Республики Федерации Хабсагая. На кавер выйдут не только силовики, но и действующие спортсмены, любители и ветераны. Впервые в чемпионате примут участие представители других регионов страны. Он является одним из самых высоких по рейтингу. По классификации это турнир категории А, в котором присваиваются два балла на мастера спорта. В разные годы победителями абсолютных первенств нашего турнира были такие именитые борцы, как Юрий Старостин, Увар Тимофеев, Рустам Машрипов. И, по сути говоря, это неофициальный чемпионат Республики. Это были новости спорта. Всего доброго!